Лиза Емельянова приехала в Одинцово из Сергиева Посада. В будущем она мечтает стать журналистом, а пока осваивает азу робототехники. Вот на этой площадке, на этом поле, вот этот робот-машина едет сюда, куда мы подставляем руку. Тебе понравилось? Да. И вон там мне особенно очень понравилось управлять машинами с мобильных телефонов, и я очень хотела бы еще там поиграть. Робототехника – это лишь одна из нескольких десятков интерактивных площадок интегративного фестиваля «В будущее без границ». В праздничный день на первом этаже волейбольного центра разместилась творческая мастерская. Все желающие, независимо от состояния здоровья, могли полепить, порисовать или, например, помузицировать. Когда ты начинаешь трясти, это уже просто такой дрын-дрын, а когда ты медленно ходишь, ты играешь. Музыкальный луч разработан специально для тех, кто всегда хотел сыграть, скажем, на фортепиано или барабанах, но по состоянию здоровья не мог это сделать на настоящем инструменте. Это просто реабилитация. То есть, когда он понимает, что руку для того, чтобы звук был выше и красивее, надо поднять выше, он будет ее поднимать столько раз и на такое расстояние, на которое вы никогда не добьетесь вот такое количество поднятия просто обыкновенно физическими упражнениями. Потому что, чтобы у таких детей, особых детей, чтобы что-то получилось, они сделать должны это много раз. Так вот, возможность играть и в то же время еще получать реабилитацию, вот дает этот аппарат. Фестиваль «В будущее без границ» организованному Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья уже 4 года, хотя самой организации всего год. Она объединила свыше 50 муниципальных сообществ и для многих такие праздники едва ли не единственная возможность обсудить проблемы и поделиться радостями. Благодаря фестивалям мы имеем возможность встретиться, пообщаться, потому что семьи особые и мамы не могут оставить этих детей, поехать на форум, на собрание. Это сложно. Сколько мы затевали, не очень получается собрать большое количество. А в формате фестиваля семейное мероприятие приезжают всей семьей. Это фестиваль вообще для детей и для родителей, чтобы они все объединялись в группы, и чтобы они видели, какие успехи, радовались, и чтобы не падали духом. Вторая часть фестиваля – концерт. Специальный гость программы – Родион Газманов. Главные герои дня подпевали известному певцу и зажигательно танцевали под его песни. А вместе с актерами театра студии «Крылья» ребята отправились спасать зайчика, которого лисичка выгнала из избушки. Но большую часть номеров подготовили те, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья. Хотя все, кто побывал на концерте, лично убедились в том, что их способности поистине превосходят возможности. От сердца в сердце протянуть надежды, то не пынить. Ты постарайся, не забудь, ведь надо жить и любовь дарить. Пускай с тобой есть вода жизнь, пошла ты еще не раз. Но если вместе мы, то нет сильнее нас. Евгения Августина, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.